решили сегодня попробовать мы дыньку нашу которую я купила разрезала а дынька наша попробовала на букву х не подумайте что хорошо такая фигня короче ну сладенько слегка ну твердая такое ощущение что ее совсем зеленой срезали она лежала пока доходила до кондиции ну слушай бывает и такое дима немножечко попробовал пару кусочков съел и все ну нашей семье продукты не выбрасываются поэтому без вариантов я ее съем на улицу у нас моросит дождь это как осенняя пора такое постоянно может дождик с утра заладить и до целого вечера капает капает как бы и не сильно вроде ну постоянно вот такая морозь на радостнике 10 градусов всего тепла это скажем так холодно вот я уже с окошка сеточку сняла которая от мух хомарей вот еще в комнате нужно будет снять помою ее ну и оставлю до следующего лета но так как сейчас за прохладная квартире сыра такое тоже ощущение как-то прохлады я уже подключила котел вот правда он стоит на звездочки всего чтобы батареи были слегка тепленькие вот чтобы не холодное тепло с квартиры не тянули вот чем и хорошо когда есть индивидуальное отопление в любое время когда тебе холодно включил хоть сентябре хоть в августе и точно так же отключил никогда у людей в апреле или когда отключат можно и в мае ну как по погоде как говорится вот и не ждать когда подключат государственное у них там сроки экономия поэтому очень так замечательно на улице ветер, дождь, холодно, мне нужно подбал картошки в ящики складывать, она лежит тут в краю, чтобы она не намокла, не намокла вот я приготовила местечко сейчас буду сюда потихонечку носить картошечку а вот картошечка и ведерко которую я буду носить буду носить одним ведром можно было и двумя ну у нас тут вот такое дело было у меня тут проход вот такой туда ко мне подвальчик ну а соседи сделали подняли канализационную трубу и получали перекрыли мне вот ход наполовину мне теперь приходится преодолевать эту дистанцию перепрыгивать постоянно перелазить когда помню еще по 14-15 году тоже воды не было и нам привозили воду машинами я стояла на морозе вот этаж по очереди мы там ведрами таскала в бак заливала воду чтобы можно было пользоваться короче вспомнить страшно ну ничего сейчас зарядка будет я насыпаю вот такие с горочкой ведра посчитаю сколько аж будет ведер если взвесили мне тут 80 килограмм получается двух мешках сколько-то ведер получится всю картошку я все перетащила остались одни сетки и пыль от картошки получилось у меня 8 ящичков это если ведрами как я носила было 8 полных с горкой и 9 без горки картошка хорошая все пересматривала вот и из них что вот только 3 картошины которые вот допустим этой чуть как ободратая но немножко такое влажное чтоб не гнило здесь вот дырка вот тоже тут такое нехорошее и одна картошка вот надрезанная вот это из двух мешков вот это три штучки только такие скажем как бракованные а так картошка замечательные в комнате я тоже сняла вот эту сеточку а теперь я на зиму последние два года смазываю стекла глицерином чтобы окна не потели но если даже иначе немножечко будет потеть то вода не на стеклах а вот вниз стекать и вытирать я из улицы точно так же ну на улице можно круглый год постоянно тоже смазывать когда дождь идет они не будут такие грязные что их потом бывает дождь такой грязный что стекла не знаешь чем отмыть или губкой трешь и чем только не трешь поэтому вот сейчас я буду смазывать глицерином для этого я вот на мочалочку немножечко и буду растирать по стеклам вот так вот аккуратненько растирать полностью не до самого верха потому что они все равно у нас не потеет до самого верха где-то до середины вот так вот так это выглядит теперь я оставляю они должны немножечко просохнуть так вот кажется как мутная но сейчас просохнет вот вид это издалека уже начинает просыхать уже проект проясняться начинается я работаю дима лежит следит за тем как я работаю этому вам всем привет машет рукой он любит вообще смотреть когда я работаю он уже под одеялко немножечко потому что на улице холодно мы включили отопление ну на слабенькая не еле тепленький носим уже квартире так тепло хорошо так что я продолжаю с окнами если получился толстый слой можно просто сухой салфеточкой или одноразовыми полотенцем или так немножечко этот слой снять но я все равно мне здесь жалюти крайне всегда закрыты я сильно не вытираю она это уже вот просохла уже даже не видно вот так ему эти сеточки себе в ванной вот я в целях экономия воды после купания вот я поставила мне есть губка такая вот старенькая который ну периодически мы меняем она вот начинает облазить я их не выбрасываю их сохраняю как раз это жалюзи мыть то ковровную полосики вымывать ну все равно доме как говорится пригодится вот и гелька сейчас на них намажу и буду промывать вот так это и прям хорошенечко тщательно с двух сторон все хорошо вымываю мою для того но они не сильно как грязно но всему там и паутина и пыль садиться потому что целое лето и запах этих сеток под найти как от человека без определенного места жительства я работала в больнице я знаю как этот запах когда не моются не стираются поэтому и жалюзи пропиваете сеточки пропитываются на улице и костры палят ну и все вот это вот я жарю накапливается запах неприятный поэтому я конца лета всегда их мою и и